Письма к Олимпиаде 17 писем, адресованных к Олимпиаде, представляют собой самые длинные, самые прекрасные и полезные из всех писем святителя, говорит Фотий. Олимпиада была дочь князя Анисия. Ее отец отдал ее замуж за префекта Небридия, вероятно, в 384 году. Святой Григорий Назианзин, приглашенный на брак, извинился, что не может на нем присутствовать и обратился к молодой супруге с похвальным словом. Олимпиада была замужем только один год и восемь месяцев. А вдове в столь юном возрасте она порешила остаться вдовой, и ничто не могло поколебать этого ее решения. Напрасно император Феодосий прибегал к просьбам и угрозам, чтобы заставить ее выйти замуж за своего родственника, испанца Элпидия. Отказ ее разгневал императора, который, прежде чем отправиться в поход против Максима, приказал префекту города секвестровать все ее имение, пока она не достигнет 30-летнего возраста. Олимпиада отнеслась к этому возмутительному действию с таким мужеством, что казалось даже счастливее при виде ограбления своего имущества. Между тем Феодосий, поняв, что ничем нельзя было побороть этого противодействия, велел возвратить ей имение. С этого времени дом ее сделался открытым для епископов, монахов, священников и других духовных лиц, приходивших в Константинополь. Епископ Нектарий сделал ее деканисой. И в этом достоинстве она и закончила свою жизнь. Письма к Олимпиаде с достаточностью свидетельствуют о том, как она была любезна святителю Златоусту. После изгнания святителя ее влачили по судам, обвиняли вместе с другими приверженцами святителя в поджоге храма Святой Софии. Несмотря на основательность ее ответов, ее приговорили к большому штрафу. Затем она оставила Константинополь, чтобы удалиться в Кизик, где и отошла в лучшую жизнь. Святой Григорий Назианзин, Палладис, Азамен, Аммиан и другие жизнеописатели сообщают многочисленные подробности об этой добродетельной женщине.